Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Pro движение. В этом видеоролике хочу показать вам как поменять или же заменить нашу стандартную клавиатуру на новую на айфоне совершенно бесплатно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Возможно вы как и я владельцы айфонов думаете что стандартную клавиатуру заменить нельзя, но вы ошибаетесь как и я ошибался. Потому что я думал что поменять клавиатуру невозможно на айфоне, а если возможно то только платно. Но сейчас я вам покажу бесплатный способ как это все таки можно сделать. Ну а для того чтобы с вами дорогие друзья поменять нашу стандартную клавиатуру на айфоне на новую, то есть смотрите вот я например захожу в заметки и вот видите вот такая вот у меня клавиатура. У вас она точно такая же. Вот обычная серенькая с беленькими да с черными буквами обычная как бы нудная клавиатура. Если мы хотим поменять ее на новую нужно друзья выйти, зайти в Apple Store и скачать вот такое вот прикольное приложение. Оно называется Gboard. То есть это не приложение, а это такая клавиатура гугловская называется Gboard. Я сначала как бы ну тоже думал что это такая как бы чепуха, что она подойдет только на Android. Но потом друзья оказывается я перепутал и нужно просто ее скачать. И там вы сможете абсолютно вообще любую клавиатуру поставить, любой фон, вообще все что угодно. Поэтому заходим, если вы не сможете найти, но я думаю вы найдете. Друзья, я также обязательно ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Переходите по ссылочке, переходите сразу в Apple Store на клавиатуру гугловскую Gboard. Скачиваете ее и сейчас она у меня скачается. Вот смотрите и мы с вами продолжаем. Нажимаем открыть. Здесь друзья мы должны с вами совсем согласиться. Нажимаем начать. Все здесь полностью мы согласились. Да вот видите все мы здесь предоставили. Здесь также вам что нужно будет сделать. Вам будет когда вы зайдете в нее. Вам там будет написано то есть ну как бы согласиться со всем. После этого вы выходите, нажимаете здесь на основные. То есть ну вам там будет все показано. Дальше клавиатуры. Дальше вам нужно будет нажать на вот сюда вот на клавиатуры. И здесь вам нужно будет выбрать Gboard. Написать разрешить полный доступ. Нажимаем разрешить. Все мы разрешили полный доступ вот этой вот обязательно клавиатуре Gboard. То есть заходим в настройки клавиатуры, выбираем Gboard, разрешаем доступ. После этого друзья выходим. И дальше что мы делаем? Находим нашу с вами клавиатуру. Вот она Gboard. Заходим сюда. Все мы здесь подтвердили. И давайте, например, поменяем. То есть, смотрите, сейчас еще раз показываю. Вот, например, заходим в заметки. Видите, она у меня выглядит вот так вот. Теперь переходим в эту стандартную клавиатуру, то есть нестандартную, в новую. Здесь написано «Темы». Нажимаем «Темы». И здесь, видите, можно добавить, можно даже поставить какие-то фоны и так далее. Давайте начнем. Также вот нажимаем «Пейзажи» и можем скачать какой-то пейзаж и установить. Например, давайте вот это вот. Смотрите, оп, все, он уже установлен. Нажимаем на эту клавиатуру, после этого выходим. И вот видите, пейзажи, здесь вот такая вот у нас здесь есть карандашик или ручка. Нажимаем сюда. Ой, еще раз, друзья, вот мы скачали. Нажимаем на этот карандаш. Все здесь, вот видите, вот так вот она у нас будет теперь выглядеть. Здесь мы можем фон сделать, например, ярче. Вот эту вот клавиатуру. Или вот так вот тусклее. Ну, то есть, как угодно. Например, я хочу посерединке. Нажимаю «Готово». Все, клавиатура сохранилась. Видите, она у меня теперь вот здесь вот добавлена. Вот выбрать тему, плюсик, она у меня добавлена. Теперь выходим в заметки. И вот, друзья, смотрите, нажимаем «Ок». «Привет, пока». Это можно делать в Инстаграме. То есть, она у вас сохранится везде. В Вайбер зайдете. В Вайбере будет в Телеграме, в Телеграме. То есть, везде. Вот таким вот легким способом вы можете абсолютно любой фон поставить. Можно на черную поменять, на белую, пейзажи. Также можно просто темный градиент, например, установить, например, просто вот такой вот фиолетовый. Да, вот заходите. Теперь, друзья, выходите. И вот, смотрите, хоп, у вас все поменялось. То есть, также можно еще, смотрите, что здесь делать. Выходите, можно добавить свою фотографию. Нажимаете «Другое». Нажимаете «Плюс». Вот видите, например, iPhone. Вот я хочу поставить свою фотографию. Выбираю там промежуток какой. Нажимаю «Выбрать». Здесь нажимаю «Готово». Теперь выхожу, обратно захожу. И вот так вот, видите, теперь у меня появляется новая картинка с галереей. И я могу теперь в Твите писать все, что угодно. То есть, вот так вот заходите в галерею. Можете любую фотографию добавить. То есть, можете свой пейзаж. Можете там, я не знаю, с любимым человеком здесь быть. Ну и так далее. То есть, вы сами поняли, как это делать. Заходите, набираете, выбираете пейзажи. Там еще куда-то нажимаете. Дальше нажимаете вот сюда вот на вот этот вот карандашик. Нажимаете «Готово». И все. Клавиатура у вас работает. И это будет работать и в Инстаграме, и где угодно. То есть, реально классный способ. Реально удобный. Бесплатный, самое главное. И реально рабочий. Друзья, но если вам понравилось это видео, и у вас получилось по моему способу установить вот так вот бесплатно любую клавиатуру, то есть, любой пейзаж, любую фотографию и так далее, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На моем канале очень много крутых различных роликов. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok